Кризис обычно, в котором люди находятся, или который произойдет или пойдет вслед за тем, что мы называем сейчас карантин, а кризис будет, я об этом рассказывал на своем прошлом вебинаре. Кризис обычно человек может рассматривать с двух концепций. Первая концепция это все-таки опасность, и вторая концепция это возможность. Каким образом выбрать для себя возможность и как не выбирать опасность? Возможность может прийти к человеку, но лишь к тому, который радость испытывает или который на радости сосредотачивается. Возможности не может быть, если человек напуган. Почему? Страх всегда вызывает у человека оцепенение. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы у вас появилось огромное количество проблем, которые произойдут следующими за карантином, вы должны начать искать негативную информацию, которая будет вас запугивать. И будущего у вас не будет. Я вообще считаю, что человека очень несложно поставить в стойло. Необходимо этому человеку постоянно говорить о том, как все плохо, о том, что мир вокруг весь катится в пропасть, о том, что у них еще хуже, чем у нас. Говорить о том, что вокруг все очень плохо, все умирают вокруг. Одним словом, запугай человека. Страх вызовет у человека оцепенение. Страх вызовет у человека желание ничего не предпринимать. У человека максимально появится идея. Что мне делать, если вокруг столько опасностей? Лучше я буду оцепенен и буду тихонечко ходить на работу, тихонечко не стремиться ни к чему большему, тихонечко наслаждаться жизнью такой, какая у меня есть, и ни к чему больше стремиться не буду. Буду потребителем, обывателем, ни на что не надеющимся человеком. Таким образом, если человек ищет информацию, которая вызывает у него страх и оцепенение, если человек напуган, то возможностей у него никогда не будет. Страх можно убрать. Каким образом убирается страх? Самый простой способ – это верить во все хорошее или же жить ради чего-то. То есть я это сделаю ради своих детей, ради своей страны, ради там еще чего-либо. Также человек обычно может, если человек говорит, допустим, я верю в Бога, поэтому бояться я не буду, пусть Бог меня создал, он и боится. Кризисы приводят человека к пониманию тайны жизни, пониманию смысла жизни, к увеличению духовного пространства, переоценивания ценностей, где путь одиночки переходит на путь семейственности, общественной организованности. Появляется правило ценности правдивости и доброты, как фактора повышения духовного развития человека. Именно поэтому я считаю, что кризис, конечно же, это плохо, и карантин это плохо, и то, что произошло вообще, это плохо. Тем не менее, духовный путь обычно сложен, он начинается с каких-либо проблем. И именно сейчас семьи начали объединяться, очень многие люди начали поддерживать в этот тяжелый период друг друга. Обычно люди в обычной жизни живут как одиночки, не обращают внимания на родителей, пробуют выживать. А когда произошел кризис, вновь появилась идея семейного объединения, вновь начали обращать внимание на стариков, на место своего рождения. Они начали думать о том, что семейственность это все-таки хорошо, начали проявлять заботу, добродетель, доброту, смиренность какую-то. Одним словом, двигаться на пути духовного роста. Поэтому как ни крути, все равно, несмотря на то, что это плохо, с другой стороны, все равно на первое место можно поставить семейные ценности, которые, как ни странно или как ни прискорбно, наверное, сейчас именно выйдут на первый план. И это, конечно же, будет фактором повышения общего духовного развития человека. То, что сейчас является для человека страхом, может являться в дальнейшем для человека элементом его успешности. Допустим, человек может рассматривать свой страх выступления перед публикой и произносить следующие слова. Ой, мне страшно, как же я буду выступать, а если они поймут, что я не готов, что же я буду делать? И как это переформатировать в сторону своей успешности? Можно говорить, я сегодня выступлю перед этими людьми, и эти люди в дальнейшем купят мой продукт, эти люди в дальнейшем сделают меня богатым или сделают знаменитым, смогут создать новую жизнь и так далее. Таким образом, страх можно трансформировать, продолжая его и делая его своей сильной чертой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!